Девушки отдыхают А почнем мы нашу встречу с чудовного вершика Який дослала нам Милана Седач С города Кобрына Лесик, починай Починаю Светлой ранецей, звычайно Добрый ранок, добрый ранок Худко мы бежим глядеть И боимся не поспеть Там веселые сябры И до нас яны добры Кася, Лесик, кличуть их Всех чекают, як своих Разом мы глядим мультфильмы И говорим про житё Ох, як добрый нам сябрами Вот чудовное бычё Мы жадаем доброранку Доброй ранецы заусёды Каб что дён нас позаранку Не кранули вас не узгоды Дякую тобе, Миланка Прочитали твой вершик И одразу настрою снявся Да не обёсал, а усё чаму Бо радостно, что ся род наших Ледаджоу такие таланты ёсть И я уповнен, что Милан Не только их ответчик А и шмат инших Ха, вот здорово было бы их прочитать Миланка, ты нас разумила? Чакаем твоих новых вершиков И усе девчинки и хлопчики Кто добра пеша вершик Алиласка, досылайте их нам Наладим такую вершованную ранницу И настройба у всех станет поэтичным Нагадываем ещё раз наши адресы Паштовы, 220-114, город Минск, улица Макайонка, 9 Телектронны, доброранок ТВ, слемак, джмел, кропка ком Ну а зараз давайте до сёняшнего доброго настрою Мультипликационные ноты додадим Добрые идеи, мультфильм собры Ой, я б хотела опынуться у Индии Як Маша з мультика Танчула б там и спевала Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Так, у Инды их это любят Напрыгла, няма неводного индийского фильма Без танцев и спевал Правильно Аздымается Украине свыше за тысячу фильмов в год И мне это ведьми подобается А кошеки погуляем у Веру-ня-Веру про Индию. Я ж мать цикавых и незвычайных фактов могу рассказать. Я только за! И наши глядаши изгодно, потому что любят это ведаться про нечто незвычайное. Тогда я готов задавать своё первое питание. А мы уже в ушки навострыли и готовы слухать и отказывать. Значит так, те верите вы, что у Индии можно сустреть мосты прозрачки, які створила сама природа. Як это? Не люди-будовники, а природа? Быть такого не можа. У природы же нема специальных инструментов, техники. Не, я не веру. А ты, Артём, что откажешь? Я откажу, откажу, что веру, во природа самый лепший будовник. И кто из нас отказал правильно, Лесик? Артём, по индийским штате Мехалая можно пройстись и по таких живых мостах злиянов. Во природа, який архитектор. А до речи, индийский штат Мехалая – это самое мокрое место на земле, бо там самая великая колькасть дожджоу. Запомнила, и коли поеду туда, как по этих мостах пройстись, треба не забыться про парасон и гумовые ботики. А зараз слухайте другое питание. Те верите вы, што іншы раз, калі вы размовляеці з жухарами індыі, і яны махаюць головой з боку ў бок, гэта азначае, што яны згодныя з вами? Ха-ха! Вось так! У нас такі жэст азначае «не», а ў жухару індыі надворот? Я откажу, што веру. Шамо, Артём? Тому що інда дзивостна країна, там ісё може бать. Ну, тады і я откажу, мы, Лесик, верим. І правильно робите, што верите. Головная кася, калі ты у індыі будеш з жухарами розмовляць, не заблытоць о тэм, што яны тобі отказываюць. Ха-ха-ха! 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 Это так! І яшче у мене єсть цікаве пітання задаваць. Так! Я дому задаваць? Ти верите ви, што у індыі не чотири поры года, а шесть? Ну і як такоє може бать? Ваусіх значиться зима, весна, лето і восінь, а у інды яшче нешто додаткове? Ні-е, я не веру. І я так само откажу, што быть тако гневожа. ВЫ ПОМЫЛЯЕТЕСЯ? МОЖА! Згодно індийскому календару, в Украине наличивается шесть сезонов года. Весна, лето, сезон дожджоу, восінь, зима и ранняя весна. Тады я поеду у інды летом. Лепш раю тобі отправиться туды зимой. Ха-ха! А я не озмерзну? Нев'яким разом. Температура у інды зимой вельне комфортнае. А яшче, ты не будеш бояться, що почнеться дождь. Ну добре, я подумаю. А тепер давайте мультфейю глядеть. Йон зимовы. А давайте сёня будем робить, як мога більш добрых справ. Згодны. Пропоную прибрать у покоя, кабачкам приємно зробить. А яшче, можна сходить у краму і принести продукты нашей бабуле, якая одна живе. Можна птушкам ежу у кознушки насыпать. Пропоную споборництва наладить. Кто більш добрых справ зробить, то і пераможа. Усю записывать будем у нотатник. Вот ім подлічим. Не, Кася, я думаю, що добрые справи треба робить от чистого серця. І ніяк не для споборництва, і не для подліку. І я хатуші лечу. Робить добрые справи і не хвалиться іми. Тольки так. Ну, добра. А мультик цікавий, видачам показвать. Добрые справи лечиться? Думаю, лечиться. Ха-ха. Тады мультфильм сябри, які я для вас выбрала. Я за довольненням і на поветреному шарі, і на самолёте полетал бы. А я б на ракете. Ну, на самолёте ці ракете ми сьогодні не полетаєм. А вось після школы можна подорожжа пешу наладзі. А що? Можна отправіться шукать незвычайне у звычайным. Хатаяк. Ну, наприклад, знайсці прихожось, якую ты ранію не зауважу. У звычайных прадметах. Хэта чекава. Можна паспробаваць. А зараз пропаную падвести выніки викторыны па мультику «Цырк дэй толькі». Хэта пра мою любімую Машу і Мядзведя мультик. Памятайте, ў адно із наших попередніх программ мы давали нашым глядачам па ім заданні. Треба було намаляваць таго, каго вытягнул з капелюша фокусник Мядзведь. І те, дзвучинки і хлопчики, хто важливо глядел мультфильм, так не отказали. Хэта был заяц. І увага! Пираможцами у викторыни по мультику «Цырк дэй толькі» стали... Милея Малюшита з Бреста. Такий симпатичный зайка у тебе отримался. Милея Малайчинка. А имя другого пираможцы Жора Хоменко. І ён так само з Бреста. Заяц, капіалюш і шмат зорок у Жоры цудовно выглядають на Малюнку. Правда? Дякуй нашим самым актылным удзельникам, амалюсях конкурсов і викторин. Сподяємся, так і буде далей. Чакаем такої ж актылності ад усіх наших дзялчинок і хлопчиків. Аматорам добраранка. А зараз час развитваць. Сябри, не садіться сіоні дома за комп'ютерами. По-перше, зробіте як магабольць добрых справ. А по-друге, постарайтесь знайсти прыгажость у самых звичайних речах. А після нам напишіть, те отрималося у вас. Домовілися? Добраранок заканчувається, а день тільки починається. Нехай він буде цікавым і разностайним. А я ще веселым і сонячним. А ми зустрінемся як завсюди зранку у нашим Добраранку. Ха-ха! Ко бразам добрым настроям подзародиться. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!